Здравствуйте друзья. В этом уроке мы с вами поговорим о одном из вариантов организации работы умного дома, который я условно называю методом виртуализации. Суть метода заключается в создании логических устройств, которые и будут использоваться в системе управления умным домом. А все реальные, физические устройства будут привязаны к виртуальным и более нигде не упоминаться. Несмотря на кажущуюся громоздкость, это дает целый ряд преимуществ, про которые мы и поговорим в этом уроке. Как всегда, все примеры показанные в этом уроке, вы найдете в текстовом файле внизу по ссылке. Начнем с самых простых примеров. Виртуальный датчик движения. Суть его работы в таком применении, совершенно не отличается от работы физического датчика. Виртуальный датчик привязан к статусу физического. Однако, если возникнет необходимость замены физического датчика, нет необходимости искать и менять его название во всех автоматизациях и скриптах, только в этом шаблоне. Еще один пример. Виртуальный датчик энергопотребления. Здесь кроме замены, будет актуальна еще одна особенность, непрерывность истории. В обычном случае, заменив реле или розетку с энергомониторингом, вы получите разрыв в исторических данных, а в случае их сбора с виртуального сенсора, этого не произойдет. Эти преимущества касаются всех рассмотренных в уроке примеров. Кроме имени виртуального устройства, есть возможность задавать его класс, что даст возможность разделять создаваемые сущности по их функциональности. Полный перечень классов есть на официальном сайте Home Assistant, ссылки я оставлю в описании. При необходимости можно задать единицы измерения. Легко можно кастомизировать и иконку для такого сенсора, в зависимости от его состояния. Продолжение следует... 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 Пример объединения датчиков движения, объединение датчиков открытия. В этом случае виртуальный сенсор будет активироваться если активен хоть один из перечисленных физических устройств. Кроме тех преимуществ про которые мы поговорили в первом примере, это позволит использовать в триггерах автоматизации, только одну сущность вместо списков. Например при управлении климатом или определении присутствия людей в квартире или доме. Кстати по кейсу присутствия людей можно создавать конструкция состоящая из разнотипных показаний, например. Датчик движения, статус светильника например настольной лампы, энергопотребление, пинг от устройства и тому подобное. Даже если человек сидит неподвижно, но при этом у него включена настольная лампа или фиксируется повышенное энергопотребление, скажем от телевизора, или пингуется компьютер или телефон. Любой из этих факторов активирует сенсор присутствия. Еще один практический пример объединения датчика движения и освещенности. Он будет срабатывать только в тех случаях, когда уровень освещения будет ниже заданного. Это удобно для автоматизации управления освещением. Это пример сложения значений, применим например с энергомониторингом. Я использую такие конструкции, когда хочу получить суммарное потребление по комнате или квартире целиком. Очень удобно. Академия. Продолжение следует. Продолжение следует. А в этом случае конструкция находит среднее арифметическое значение, что будет интересно например при получении данных с нескольких датчиков температуры или влажности. Классический пример преобразования давления из паскалей в миллиметр ртутного столба. В некоторых кейсах будет актуально применение задержек на включение или выключение виртуального сенсора. Например сделать задержку в 30 секунд на активацию датчика открытия окон. Это отсеять случайные кратковременные открытия, чтобы климатические автоматизации не реагировали на такие события. Это пример задержки на выключение мультисенсора движения. Виртуальный датчик отключится через 5 минут после того как все датчики из перечня перейдут в статус выключено. Такой сенсор удобно использовать в автоматизациях завязанных на наличие людей. Продолжение следует... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Еще один практический пример комбо датчика с задержкой для управления освещением. Первое условие отсутствие движения. Второе включен светильник. Задержка на включение 5 минут. Это по сути половина автоматизации, где останется прописать только действие выключить светильник. Такая конструкция имеет преимущество перед стандартной схемой отключения по отсутствию движения в том, что если светильник был включен например удаленно или включился сам после сбоя питания, то такой сенсор все равно отработает. А стандартная схема будет ждать от датчика движения когда он перейдет в статус выключено, а он уже в нем находится, поэтому она и не сработает. Потихоньку от организации структуры устройств мы перешли к практическим кейсам, но они как раз и демонстрируют возможности платформы шаблонов. И следующее это создание логических сенсоров. Практический кейс. Это сенсор энергомониторинга в зависимости от состояния реле. Представим ситуацию, что реле, розетка или выключатель управляют нагрузкой потребление которой нам известно и неизменно, а физическое устройство не имеет этой функции. Этот сенсор будет следить за состоянием сущности свитч и когда она будет активна, примет значение известной нам мощности. А такой вариант сенсора будет анализировать несколько вариантов условий, в качестве примера рассмотрим ситуацию, когда в управляемую розетку включена неуправляемая нагрузка, например увлажнитель воздуха с механическим управлением. Наш сенсор будет принимать следующее значение. Если статус switch off, то выключено. Иначе, если включены потребления более скажем 20 Вт, это значение подбирается под конкретную модель, то увлажнение. Если включены потребления ниже 20 Вт, закончилась вода. При любых других вариантах ошибка. Мне кажется это удобнее чем использовать серию условий автоматизации. И кроме перечисленных ранее преимуществ, такие сенсоры еще и нативны, то есть мы визуально видим в каком статусе они находятся. Еще хотел бы привести примеры шаблонных свитчей, так как они тоже весьма полезны на практике и не только по уже озвученным ранее причинам. В этом примере виртуальный свитч создается для объединения нескольких физических. У меня такой вариант применен для управления электрическими термоголовками в одной комнате Состояние свитч задаем шаблоном, в данном случае должны быть включены оба физических реле Для шаблонных свитчей можно указать действия, которые будут вызываться при изменении его состояния, принцип такой же как автоматизация. Включение и выключение виртуального свитча вызывают аналогичные действия на паре физических. Еще один вариант из собственных наработок. Это управление телевизором через команды ИК пульта с обратной связью по энергомониторингу. Тут в качестве шаблона используется сенсор энергопотребления, принцип тот же что и в примере с увлажнителем. А в качестве действия на переключение виртуального свитча команды с ИК базы, считанные с родного пульта устройства. Подробнее про методику отправки команд можно посмотреть в моем обзоре ProBroadLink RM4C Pro, ссылка в описании. Аналогично можно управлять кондиционером, для обратной связи можно использовать не только энергомониторинг, но и состояние датчика открытия установленного на заслонке. На этом все, надеюсь что этот урок был вам полезен и интересен и вы почерпнули для себя новое знание. Напоминаю что все показанные в уроке примеры доступны в текстовом виде, смотрите описание под видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал если вы не сделали этого раньше. Поддержать развитие канала вы можете подписавшись на Patreon ссылка в описании, там же вы найдете ссылку на мой телеграм канал. Спасибо за внимание, до новых встреч.